Пошел второй день отдыха на Байкале. В этом году доступный пляж довели до ума, что вызвало настоящий ажиотаж среди людей с ограниченными возможностями. Вчера, когда я была в прямом эфире в фейсбуке, смотрю там из других регионов, как у вас хорошо, как мы хотим к вам. И я понимаю, что люди действительно из других регионов готовы к нам приехать и насладиться вот этой природой, этим Байкалом. Чтобы насладиться Байкалом в полной мере для инвалидов-колясочников приобрели вот такие плавательные средства. Одно было еще с прошлого года, второе появилось нынче. Стоимость каждого 150 тысяч рублей. Тумен Алексеев сегодня впервые испытает его на себе. Какие сейчас ощущения испытываете в предвкушении? Чего? А, не знаю, холодной воды, мурашек, Байкал, дедушка. Всегда будет, блин, не знаю, очень давно хотелось купаться. И сегодня будет. Будет и непременно. Горячее желание, оттого и байкальская вода даже кажется теплой. Желающих по очереди завозили в воду искупаться. Кто-то предпочел плавать на матрасе. Но все как один отмечают, благодаря плавательным средствам теперь преград нет. Это очень клево, потому что, как бы, очень легко преодолеть вот эту вот линию воды и песка. Потому что обычно проблема в том, что, если это делать без специальной коляски, то тут у нас в песке. А так очень комфортно просто. Купаться не хочу. Появилась на доступном пляже и вот такая баня, в которой есть все необходимое для людей с ограниченными возможностями. Медицинская кушетка, рукомойник, биотуалет с поручнями и печка, чтобы обогреться. Развлечения на пляже нашли и незрячие люди. Помимо купания, сегодня у них соревнования. Кто быстрее и лучше проедет на парном велосипеде. Впереди садится зрячий или слабовидящий человек, а сзади слепой. В тандеме им нужно преодолеть дистанцию. Валерий и Борис вместе едут впервые. Вначале их постигла небольшая неудача, однако потом все наладилось. Главное партнера чувствовать. Мы должны с ним, как бы, ладить вместе и ехать. Вот, надеемся на Петровича. Все зависит от рулевого. Немножко весовые категории разные. И получается, что у меня вес приличный, а он слабоват. И немножко неуверенно говорит, я боюсь, Сергей. И получается так, что немножко на старте у нас неувязочка получилась. А вообще впечатлений много, адреналинчик в крови хватает. Отдых и все развлечения стали доступны благодаря президентскому гранту, который выиграла общественная организация «Без барьеров». Два с половиной миллиона рублей пошли на различные совершенствования в доступной среде республики, в том числе и на этот пляж. В последнее время очень большое количество компаний, семей, которые приезжают, в том числе у кого-то мама, бабушка, дедушка на инвалидных колясках. И создание такой среды доступного туризма, безбарьерной среды в первую очередь, это очень важно в целом. Важно и не только для позитивного имиджа Бурятия, в первую очередь для населения. Ведь доступный пляж стирает границы. Не важно, в коляске человек или нет, полноценный отдых необходим всем. Дарья Белаусова, Жаргал Цериндашиев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин